Здравствуйте, с вами программа Фактор Времени, с вами я, Церебекян Тамара. Сегодня у нас в гостях ученица Российского университета Дружбы Народов Алиса Каса. Поприветствую её. Поприветствую. Итак, Алиса, всем известно, что вы не так давно в России. Что вас побудило приехать сюда? На самом деле это не моя идея совершенно. Я совершенно сюда не собиралась, и даже в будущем, да. Однако, мои родители, они оба здесь многое время здесь провели. И у них была мечта, чтобы их дети сюда когда-нибудь снова приехали. И они решили, что я буду учиться именно в этом межрецком. Скажите, этот переезд значительно изменил у вас какие-то качества? Ну, я думаю, скорее всего, да, потому что так как я вела себя в Сирии, всем известно, что я жила в Сирии, я не могла так именно вести такой образ жизни здесь, потому что я бы просто погибла. Одним словом, однозначно, я бы погибла, потому что я очень скромная, а здесь такого просто не принимают, не воспринимают люди. Поэтому я думаю, что здесь именно нужно показывать какие-то другие черты характера. Я очень сильно поменялась. Это заметно. Поскольку вы учитесь на пиаре уже второй год, вы как-то представляете свое будущее в этой сфере? Вы знаете, пиар, он не для меня, но я понимаю, что он мне пригодится. Скорее всего, я пошла по совету моих родителей, опять же. Но если я буду в дальнейшем связывать мою профессию с пиаром, это будет что-то не связанное с шоу-бизнесом и с опасностью конкуренции. Это будет что-то спокойное, и чтобы я смогла уделять больше времени семье и детям. Значит, все-таки на первом месте у вас семья и дети. Да. Расскажите нам, пожалуйста, о месте, в котором вам добилось учиться большую часть своей жизни в Сибири. Как всем известно, и, может быть, мне даже неизвестно, у меня была женская школа. Да, я училась вместе с девочками, и у нас не было особо такого контакта, ну, с детства с мальчиками, поэтому у меня немножко, как бы, было трудно адаптироваться в России, потому что, ну, редко сходилось общение с мужчинами, да, ну, такое именно тесное, да. Школа, где я училась, сперва была военная, потом, когда пришел к области наш президент нынешний, он все изменил, и мы перестали наносить военную форму. Однако, у меня запомнилось очень многое, потому что, потому что это была очень забавная школа, и там была опять череда в колючей троллоке, но потом, когда все изменилось, как бы, все сняли, и, как бы, все нормально. Ну, как бы, помимо учебы, у вас тут были какие-то другие увлечения. Я слышала то, что вы занимались танцами, играли ли пиамином, но почему вы все-таки бросили это? Мегаполис, как Москва. Вообще-то, не все успеваешь все сделать, и так быстро. Однако, я, конечно, никогда не знала. Такие танцы и пианино никогда не забудешь, потому что это уже в крови, и у меня в комнате стоит пианино, но я к нему уже очень редко подхожу, только когда, ну, от души хочется поиграть. То есть, почему все-таки вы не пошли, не углубились, например, в танцы, не стали профессионально заниматься танцами? Я поняла, что когда-нибудь я действительно вернусь, но не сейчас, это не то время еще, не пришло. И расскажите, пожалуйста, именно ваше мнение на всю политическую ситуацию, которая сейчас творится в Сирии. Да, это мне очень жаль, что сейчас там происходит, потому что то, что мы видим сейчас на экранах телевизора, это ужас на самом деле, потому что это все неправда. И то, что на самом деле происходит там, никто об этом не знает. Потому что некоторым людям просто это невыгодно знать, и некоторым определенным личностям нужно привести либералов ко власти, чтобы превратить их весь Восток в черное пятно. Спасибо вам большое за время, уделенное нам, за то, что посетили нашу программу. На этом все. С вами была Алиса Касаб и ведущая этой программы «Среди антономики». Алиса Касаб и ведущая программы «Среди антономики»